Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет, мальчишки и девчонки! С вами Нитрич, и играем мы в Black Desert Online. Давненько у нас не было этой рубрики, потому что уже за последние годы лично я привык к такому темпу, что перлабусы очень часто выпускают героев. И вот, наконец-таки, новый герой, самый большой ажиотаж в игре, всегда прилив тех, кто уже играл, те кто новичок, те кто только слышит про эту игру, конечно же, при выходе нового героя. И вот встречаем Скалария. Скалария у нас девушка с двумя молотками. Сегодня в видео я вам расскажу свои первые впечатления от PvE и PvP, расскажу какими скиллами я пользуюсь на фас-спотах, расскажу какую комбу придумал на тяжелых спотах и постарался ее сделать именно, чтобы она была универсальной по пробужденным навыкам и по своей зацикленности скиллов, которые даешь друг за другом, чтобы можно было использовать ее и на других спотах и не переключать те же самые пробужденные навыки. Также я сегодня постараюсь рассказать то, что я нашел, какие фишки. Самое главное у героя это мувмент, его передвижение. Ребят, сейчас у нас по средам и по пятницам. В дискорде Вульфи публикуют розыгрыши. Там вы можете выиграть джемчуг, подписку на бусте. Попозже, если будет все хорошо, мы увидим, что вы постоянно участвуете, вы активны. Постараемся разыгрывать уже более хорошие призы, типа премиума. Тебе не нужно будет покупать. Хоп, выиграл, все круто. Поэтому обязательно заходи в дискорд, следи за розыгрышами и на прямых трансляциях по средам и пятницам. Давайте по порядку начнем просто с того, что познакомимся с героем, быстренько прочитаем скиллы и уже расскажу свои наблюдения, что мне понравилось, что нет. Конечно же, конечно же, каждый герой, которого выпускают перлабусы, он индивидуален с какими-то своими фишками. И то же самое сделали со скаларей и не обделили ее. Плюс придумали такую систему, что нету наследной стойки. Есть только пробужденная стойка и основная. Как у луч лучника. Хотя, я вот то-то я припоминаю, когда три или четыре года назад, когда вышел лучник, все начали писать, типа, мол, а где наследная стойка? Почему у лучника нет наследной стойки? На что разработчик отвечал, что это индивидуальный герой. Такого больше не будет, типа, вот он уникален, у него только пробужденная. Но, как мы видим, вышел такой же класс с пробужденной стойкой. Итак, поехали. Что у нас по навыкам основным? В первой стойке она использует два молоточка, а в пробужденной стойке использует большой молот. Смотрим на автоатаку. Она нам ничего не дает. Дальше идем на ПКМ. Тоже ничего такого прям грандиозного. Вперед ПКМ. Есть ошеломление, но недоступно в ПВП. Дается устойчивость. Чисто скилл для передвижения. Дальше идет Ф. Ф у нас дает нокдаун. Хороший скилл, чтобы быстренько продлить контроль посередине комбы, либо в какую-то законтрольную цель быстро дать нокдаун. То есть кастуется он очень быстро. Если вы кого-то вдруг законтролили, переконтролить нужно. Дальше идет у нас Ешка. На Ешке у нас есть забав плюс 24 атаки, что очень много. Дальше у нас идет вперед Е. Скорость атаки плюс 15 процентов. Такие большие показатели. Не удивляйтесь, что вы типа видите вот плюс 15 процент скорости атаки. Просто сам по себе класс медленно машет, особенно в пробужденной стойке, когда используют молот. И эти 15 процентов, ну, ускоряют его, но прям не так, что какое-то огромное преимущество над другими классами. Вся защита плюс 20 на вперед Ф. Это у нас дальний прыжок. Вот так он выглядит. Отличный скилл для врыва и для сближения. Дальше у нас идет назад ПКМ. С этого мы начинаем раскаст хорошей комбы с уроном в ПВЕ. Далее у нас идет назад ЛКМ. Это она кидает молот перед собой, которому можно телепортироваться там через ЛКМ. Это я дальше уже расскажу. Дальше у нас идет скилл, который прячет нас в сферу. В этой сфере мы можем посидеть, отхилиться. Пока она прыгает в эту сферу, там действует устойчивость. Пока она находится в сфере невредимость. И по выходу из сферы устойчивость. Плюс наносит урон и сферу можно оборвать ЛКМом. То есть мы на панели выставили этот скилл. Если что вдруг случилось не так, хоп, спрятались и упали на голову врагу. Назад Е. Это наша ульта, которая дает нам еще баф на всю защиту и во время использования навыка устойчивость. Кстати, по поводу сразу же ульты. Конечно, когда вы будете смотреть, может там видос в среду, там в четверг или уже там. Сейчас я 22-12-2023 записываю видео. Так вот, только-только считайте его поставили и в ближайшую среду должны будут поправить то, что у него зетка, вот этот гнев черного духа, когда ты его кушаешь в себя. Он баф не дает. Но если ты используешь ульту и она у тебя прокастовалась, 100% гнева исчезла, то тебе в показателях добавилась, видите, скорость атаки и урон. А вот сама зетка, если ты скушаешь, она тебе ничего давать не будет. Вот это сейчас баг. Даже если она у тебя в показателях здесь появится, она тебе все равно ничего не дает. Поэтому используем на фарме и на пвп, именно назад Е, кастуем ульту. Ульта абсолютно бесполезная, наносит мало урона. Да, на ней есть типа оглушение, подбрасывание нокдаун, но ты долго в ней находишься и стоишь в устойчивости. Тебя запросто могут в ней законтролить. Поэтому, может быть, в каких-то ситуациях, если ты из-под тяжка, если кого-то бьют, ты в этот момент рядышком кастуешь, тогда да, здорово. А вот так прям бросаться с ультой, это не такой герой и кастуется очень долго. Назад Ф. Назад Ф это у нас бросок молота. Если мы удерживаем назад Ф, то с пробужденной стойки кастуется уже прыжок вперед. Сейчас поговорим, когда перейдем на пробужденную стойку и как они между собой взаимосвязаны, эти стойки. Ускорение частиц это такой же баф, как у всех персонажей. Есть раз в три минуты, который нам дает много атаки, то есть плюс 30, вся меткость плюс 20 процентов и вся защита плюс 40. По сути, если брать, допустим, ПВП, то сейчас ходят все на порезке в основном. По факту, это Ешка, ну, такая, типа, ну, никакая. На порезках что здесь будет? Вся атака не будет работать, меткость, окей, меткость будет работать, но защита не будет работать. То есть, ни крит урона, ничего нет. На порезке герой будет по Ешке именно страдать очень сильно. Выставляется она на панель и юзается с панели. Так, дальше идем. Отличный скилл для мувмента. Это у нас кьюшка с очень интересной механикой. То, что если ты телепортируешься к нему и на пути будет враг, то ты его оттолкнешь. Также на этой кьюшке прикольная механика того, что ты можешь просто спустя даже там 6-7 секунд просто телепортнуться на нее. Давайте посмотрим, как это работает. То есть, мы ставим сферу, вот она у нас стоит, и в этот момент деремся где-то с врагом, к примеру, вот тут. Сражаемся, нажимаем кью и улетаем обратно. То есть, механика в принципе точно такая же, как и с Мэгу, по сути, похожа. У Хасашина есть такая механика, но не так часто, во-первых, откатывается скилл. Во-вторых, этот скилл, когда мы телепортируемся, 2 секунды ему нужно на сброс. То есть, мы поставили сферу. Вот в течение 10 секунд его идет КД, и сфера стоит в течение 9 секунд. Я в любой момент могу телепортнуться, и у нас, посмотрите, что происходит. Остается КД до новой сферы 2 секунды. Также этим скиллом можно пользоваться, как при врыве. К примеру, враг впереди, QQ дал быстро и телепортнулся. Но, не забываем то, что там есть небольшое окно. Как видите, если даже быстро нажать QQ, есть устойчивость, невредимость. Но, когда ты выходишь, у тебя есть вот это окно пост-анимации. Оно продлевается ЛКМ. Но, ЛКМ это у нас следующий навык, очень интересный, который можно использовать в разных ситуациях. И один навык ЛКМ можно выставить на панель. А также есть у нас Shift передвижение, назад. И Shift передвижение вбок. Вот они. Они у нас с невредимостью. Shift вбок 3 секунды КД. Shift назад, КД 5 секунд. И, к примеру, если ты хочешь телепортнуться на сферу, ты нажимаешь Q, Q и ЛКМ. Но, все равно, видели, там есть окно. То есть, между Q и ЛКМ есть окно, в которое тебя законтролят. Может быть, его в дальнейшем закроют, и это будет круто. Ты сможешь таким образом врываться. А так, пока ты не можешь. Смотрите. Ну, по Q-шке все понятно, да, по сфере, что действуем либо для переживания движения на мобах, либо для того, чтобы запутать врага, когда ты с ним дерешься, отступить в сторону. И, к примеру, кинуть в него теми же самими молотками или чем-нибудь издалека при отступлении. Дальше, что у нас идет Shift назад. И тут есть такая комба, которую можно тоже выставить на панель. Вот она у меня стоит на двоечке. Ее можно просто заюзать. И сразу же она взлетает с устойчивостью-невязвимостью и опускается с устойчивостью. Для того, чтобы, к примеру, не потратить Shift назад, мы просто можем ее кастовать с панели. Вот этот скил. И сразу будем отпрыгивать. Мы можем повернуть камеру и приблизиться к врагу. А затем, к примеру, прожать ЛКМ с панели, которая у нас идет со сферы. Также ЛКМ у нас работает еще и из других навыков, но это сейчас немножко позже. Зачем выставлять этот скилл на панель? Для того, чтобы, допустим, Shift назад не тратить. Как он активируется, этот скилл, без панели? Ну, сначала зажимаем Shift назад, потом еще раз Shift назад. И видите, мы тратим неуяз. Таким образом, смотрите, что получается. Если мы изднем его с панели, кидаем, приземляемся, и у нас есть неуяз с shift назад. Плюс, допустим, если нам нужно вперед идти, мы поворачиваем камеру, нажимаем сразу же двойку без сближения на неуяз. А потом можно будет неуяз нажать. Обратите на это внимание. Так, ну, мобильное уклонение мы, как всегда, блочим. Итак, вернемся к ЛКМ, который мы использовали через, допустим, QQ ЛКМ. Также на нем написано, через что еще можно использовать. Полет молота, гравитационное уклонение и поворот вспять ЛКМ. То есть, к примеру, полет молота – это назад ЛКМ. Молот полетел и нажали ЛКМ. Сразу же улетели за молотом. И поворот вспять – это у нас shift назад. То есть, к примеру, мы нажали поворот вспять. Не совсем понятно для чего, но, видимо, скорее всего для того, чтобы выдать урон перед собой, что ли, четко. Не совсем понятно для чего нажимать. Ну, ладно, так придумано. Давайте дошли мы с вами уже до пассивок. Что касается пассивок, у нас идет здесь вся защита и меткость на очень больших количествах. Дальше у нас идет урон в ближнем бою плюс 20. Отличная пассивка, прям, ну, шикарная. Дальше у нас идет пассивочка «Обратная гравитация». И вот тут уже начинаются вот эти дополнительные фишечки класса, как я люблю от перлабусов. И, конечно же, без багов не обошлось. И какие пассивки нам дает Скалария от поражения скиллов? Допурон при крит-ударе плюс 20 на 10 секунд. Такие показатели вы видели, допустим, на алхимических банках. Союзникам дает при крит-ударе плюс 3 на 10 секунд. И самое главное, враг не может восстанавливать хп на 20% на 10 секунд дебаф. То есть, допустим, грубо говоря, у нас волшебник получил урон от Скаларии. И он не может хилить себя на 20% от своего хила. К примеру, он там 3000 хп восстанавливает хилом. Ну, посчитайте, минус 600 хп с каждой 1000 по 200. Но работает это совсем не так. Работает, мне кажется, это сейчас, что 80% хила режется, а не 20%. Либо это баг, либо в пассивке неправильно написано здесь. Ждем ближайших правок. Все, поехали дальше. Так, ну, тут все понятно. Переходим на пробужденную стойку. И тут у нас идет офигенный скилл для мувмента. И который увеличивает радиус атаки. Это С-шка. Радиус атаки увеличивается, когда мы используем скиллы с первой стойки. Именно с молотками. Смотрите, вот, к примеру, вперед Е. И С нажал. Видите, какой радиус? Вот такой был. Давайте просто сейчас С нажмем. Радиус намного меньше. Именно круга. Штуковин таких острых, которые вылетали. А именно круга. То есть, если мы хотим этим скиллом ударить по большому радиусу, нам нужно использовать скиллы с первой стойки. Отличный показатель урона, но шанс крита, к сожалению, 50%. Перед этим придется чем-то забавиться. Дальше идем. У нас есть вперед С. Это такая пробежка. Вы ее могли видеть у стража, к примеру. Такой, типа, рывок вперед. У него он как подкат. Тут, типа, такой рывочек. Дальше у нас идет Shift-E. Этот захват. Кидается он с большого расстояния. Вот с такого аж. Причем захват происходит с телепортом к врагу. То есть, не я подтаскиваю врага, а я телепортируюсь к врагу. Что дает нам не преимущество, а, конечно же, наоборот. Это дает нам то, что нас могут законтролить другие игроки. К примеру, если тут двое стоят, то я телепортируюсь ко второму игроку. И он тут меня может подконтролить потом. Ну, захват крутой, что сказать. То есть, если использовать быстрый мувмент с пробафами на скорость атаки, можно этот захват кидать неожиданно, скажем так. Потому что не забываем про ее телепорты. Идем дальше. Захват крутой. Shift-LKM. Еще обратите внимание на показатели меткости. Все показатели меткости по 15%. То есть, от 10 до 15%. Ну, круто. Нет такого, что там 5-7% меткости. Это хорошо. Shift-LKM у нас дает дебаф на минус защиту. И при этом наносит хороший урон. Ну, и у него огромный радиус. Но не забываем, что скиллы с блоком спереди нам могут залететь контроли в спину, либо сбоку. Дальше у нас идет Shift-Q. У Q есть продление, пробел. И вот тут вот еще одна фишка скаларей. Shift-Q у нас дает полет в воздухе и приземление. Чем выше будет полет, тем сильнее будет урон от приземления. И радиус атаки зависит от высоты падения. Допустим, деремся мы здесь. Если хочешь посильнее ударить, забираешь сюда и прыгаешь вниз. Увеличится радиус. Ну, а от высоты прыжка увеличится урон. Поэтому бафы всякие на прыжок абсолютно ее усилиют. Дальше идем продление у этого Shift-Q просто пробел. Также этот пробел, он у меня здесь вынесен, вот здесь, можно использовать после любого скилла. К примеру, нажал вперед E, нажал пробел. К примеру, нажал Shift-LK, нажал пробел. И самое, что крутое, на пробеле есть нокдаун. То есть у вас есть каждые 5 секунд массовый нокдаун. Но все равно нужно попадать, зад себя навряд ли законтролит. Как видите, радиус атаки не такой уж и большой. Назад его нету, он таким полукругом идет, радиус атаки. Давайте проверим. Нет, моба зацепила. Так, с этим понятно, да, после любого скилла. Плюс вы можете обрывать скиллы таким образом. Вот, к примеру, смотрите, Shift-LKM кастую, в C-шку ушел, еще не докастовал скилл. К примеру, кастую Shift-PKM, в пробел ушел. То есть обязательно обратите внимание на C и на пробел. Этими двумя скиллами вы можете уходить в устойчивость, чтобы вас не законтролили. Ну а пробелом у вас вообще в начале анимации неуязвимость, а потом при опускании уже устойчивость. То есть если видите, что хотят вам захват дать, нажали пробел. Кто-то сблизился, нажал пробел. Ну, либо C-шка и в устой ушел. Давайте дальше перейдем к Shift-PKM. Shift-PKM идет с устойчивостью и кастуется очень долго. Ну и с хорошим уроном 4044х6. Никаких контроля на нем нет, меткость отличная. Идем дальше. У нас есть такая крутилка, типа как у гиганта, с дебафами на скорость атаки, скорость навыков противников и скорость передвижения противников, что очень круто. Кастуется она тоже долго, но я тут нашел стрески и когда уже ПВЕ комбу буду тяжелую вам рассказывать, уже об этом упомяну. Ну ладно, давайте назад F, допустим, перепрыгнул и Shift-C сразу нажал и закрутился. Так, давайте идем дальше. Shift-F. Shift-F у нас дает минус уклонения, причем хороший такой показатель, минус 9%. И вот у него какая анимация, второго удара именно анимация, долгая. Поэтому в основном, скорее всего, в ПВП вы будете использовать первый удар, а потом скипать его либо цешкой, либо пробелом. Ну это уже сами там под свое усмотрение. Ну, конечно, для дебафа мобов отличный скилл, плюс на нем еще есть и реген хп. Дальше у нас уже идут перечисления комбо навыков, которые мы используем после прожатия из первой стойки скиллов. То есть, к примеру, смотрите, наводим на скилл и тут указано, нажимай ПКМ после такого-то скилла. То есть, допустим, мы зажали ПКМ и потом этот ПКМчик сработал. Дальше написано, после навыка удар с разбега удержите ПКМ. То есть, нашли навык удар с разбега, это вперед ПКМ, удерживаем ПКМ. То есть, вот так оно все работает, все, что здесь перечислено, оно так работает. На это обязательно обратите внимание, потому что на некоторых навыках, допустим, вот как на этом есть нокдаун, а на этом навыке недоступно в ПВП. И надо посмотреть, когда действует после какой Ешки нокдаун и после именно какого скилла нам нужно зажимать Е. Так, далее. Что касается вообще еще вот этих всех навыков, также нужно обратить внимание, к примеру, с первой стойки у нас на Назад Ф ничего нету. Но когда мы делаем продление с пробужденной стойки, здесь написано на Назад Фе устойчивость. И получается следующее, Назад Ф, Назад Ф и прыжок уже в устойчивость. Шикарно, да? Круто, мне тоже нравится. Или, к примеру, вот в Назад ПКМ. С первой стойки в Назад ПКМ есть блоки и в продлении есть блоки. То есть, такая долгая комба с блоками спереди. Круто, круто. Плюс восстановление ХП. Ну, на Ешке у нас тут ничего нет, но на самой Ешке в начале есть блок с первой стойки на вперед Е. Вот эта Ешка кастуется именно когда мы зажимаем вперед Е. А потом уже нокдаун, видите, с такого разворота. А если мы просто зажимаем Е с первой стойки, то у нас кастуется вот этот скилл с защитой спереди. Это выглядит вот так. Е без всего, а потом защита спереди. И кастуется вот этот скилл. Дальше у нас идет Ф. Ф у нас дает минус защиту. Ф вот так кастуется. И после того, как персонаж прыгнул, ударил ногами с первой стойки, идет круговой удар. И вешается вся защита минус 25. У меня там как раз стоит морф. Сейчас тоже об этом поговорим. Ну и сейчас вообще просто поговорим про прожатие клавиш и так далее. Так, добрались мы с вами до сути. Суть выбирать для ПВЕ любую. Потому что все сути, все 5 штук, они дают только контроли. То есть это чисто ПВП сути. В ПВЕ они ничего вам не дадут. Единственное что, это, наверное, в анокрионе, где мобы контролятся. Ну да, то есть под анокрион какой-нибудь нужно поставить, к примеру, в Shift LKM. Потому что все-таки массовый скилл, там мобов много. Но хорошо будет их отправлять в нокдаун. В Shift LKM вы будете все равно часто юзать. Так, рабам у нас пока нет. Ничего остального у нас нет. Теперь давайте поговорим про сами комбинации скиллов и про передвижение. Итак, чем же этот класс все-таки хороший и удобен? Играв на нем, сколько там, часов 5, наверное, или даже поменьше в ПВЕ, я заметил такую штуку, что довольно удобно прожимать на нем скиллы. Потому что ты просто, к примеру, зажимаешь E, и тебе ничего не надо делать, просто подержать 2 секунды. Ты зажал вперед E, тебе надо подержать 2 секунды. Ты зажал вперед F, тебе надо отпустить вперед и подержать 2 секунды. То есть ты зажал назад ПКМ, тебе надо просто подержать 3 секунды. И вот таким образом получается ненапряжный фарм. Теперь по поводу передвижения и как это все выглядит. Главные скиллы для мувмента, это у нас получается вперед C, вперед ПКМ, ПКМ, Shift в сторону, Shift назад, с панели скилл, затем опять в сторону, затем опять с панели скилл. Но это уже надо с разворотом камеры. И опять уже вперед C откатилось, вперед F откатилось, вперед ПКМ, ПКМ. И конечно же на Shift Q. Но очень долго разбегается, падает, втыкает. В Shift Q прям такой, ну очень супер долгий скилл. То есть мне кажется здесь лучше делать мувмент через шифты с разворотом камеры, вот как я показываю. И добавлять вперед F, вперед C и вперед ПКМ без Shift Q. Так, это что касается мувмента. Также у нас есть скиллы, которые нам дают с места мувмент. То есть это Q Q, это назад ЛКМ, ЛКМ зажимаем. И это назад F, назад F зажимаем. Самый быстрый здесь, как видите, это Q. Назад ЛКМ в принципе недалеко кидается, но имеет место быть. Плюс наносит немного урона. Ну а самый такой вот с места это Q. Если допустим сравнивать его с вперед C, то почти тот же самый рывок ты сделаешь. Это что касается передвижений. Ко всем этим передвижениям на фаспотах ты можешь добавлять пробел. Сейчас это мы пойдем с вами на Сайжеков там, на Улукиту, это везде. Просто сейчас тут проговорим, чтобы вам понятно было, не просто типа видос показал и все. После этого любого скилла ты можешь нажимать пробел, который нанесет урон. И когда ты бегаешь по аспоту, не забывай, что на C у тебя радиус атаки увеличивается, когда ты используешь молотки. А молотки это у нас вперед ПКМ. То есть нажали вперед ПКМ, нажал С. Либо, к примеру, ты Shift-Q сближаешься, нажимаешь пробел и вот тебе еще дополнительная атака. Потому что пробел, как видите, в описании увеличивает Х5. Весь урон равен антигравиационному прыжку Х5. То есть вот этому. И так ты бегаешь по там каким-нибудь... Короче, где шотают сама бы какие-нибудь грибы, кахазы вот эти вот. Я не знаю, там еще что-нибудь. Инганы. То есть в принципе вот такой мувмент. Так, теперь давай по моей комбе и пробужденным навыкам. И потом уже отправимся на спот. И я покажу, как это все работает. У Скаларии забаф происходит просто на вперед Е. Зажимаешь вперед Е, отпускаешь и ждешь Е, пока не появятся два бафа. Ты можешь это заметить. Тебе нужно будет отпустить Ешку. Когда она делает удар вперед рукой одним молотом. Потому что потом пойдет уже, если ты Ешку не отпустишь, с пробужденной стойки пойдет еще один удар. Вот смотри. Вот я зажал, отпустил вперед. Видишь? То есть там еще были удары. А тебе нужно, получается, смотри. Ты зажал вперед Е, отпустил. Один удар вот такой вот с пробужденной стойки появился. Такие шипы. И затем она одним молотом ударила вперед. И все, ты останавливаешься. Все три бафа на тебя накладываются. Все три бафа дают тебе огромную пользу. Во-первых, скорость атаки. Затем доп. урон по врагам открытый удар плюс 20. И атака в ближнем бою плюс 24. Сначала вперед Е ты получаешь скорость атаки, а потом Ешкой добафываешь на урон. То есть, по сути, если тебе некогда, и ты формишь фаст-спот, тебе надо дать вперед Е и потом вперед ПКМ, к примеру. И все. Потому что ты и так шотаешь мобов. Тебе не нужен какой-то долгий забав. А вот забав на скорость атаки тебе поможет быстрее передвигаться, кастовать скиллы и бегать быстрее между париками. Также ты можешь просто, к примеру, сблизиться с мобами на том же вперед С, либо на вперед ПКМе. И дать комбу вперед Е, 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 Е. Уже в мобов ты забафаешься полностью и побежишь в следующих мобов, к примеру, прыжками. Сблизишься и опять нажмешь вперед Е, Е. Я думаю, с этой комбы любые мобы умрут. На фаст-поте ты можешь поставить, соответственно, все пробужденные навыки на эту комбинацию. Просто вот на вперед Е, два, три, четыре. Там идет четыре удара. Два удара идет с первой стойки и два удара со второй стойки. Подойдешь к тренеру и поставишь туда на все четыре скилла, которые ты отдаешь от вперед Е, Е, Е. Туда поставишь морфы на скорость атаки, шанс крита, скорость бега и все. И изи фармишь фаст-пот. Сближаешься с париком, вперед Е, 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 Е. Просто зажимаешь. Опять сблизился с париком, опять вперед Е, 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 Е. Вот тебе весь фаст-пот. Главное сблизиться побыстрее. Просто одной и той же комбинацией будешь фармить этот фаст-пот. Так, с этим разобрались. Также у нас на вперед F есть еще селф-баф, который нам дает защиту и увеличение силы прыжка. То есть что такое силы прыжка? Это она выше прыгает. Смотри. То есть чуть ли не в два раза. То есть если ты ее будешь использовать где-то в пвп, либо тебе надо куда-то залезть, соответственно ты можешь забафать силу прыжка со врывом вперед F. Вперед F сделал и потом пошел. Далее. Что касается комбы на жирных спотах. У нас получается идет дебаф от F на минус защиту и от Shift LKM на минус защиту. Соответственно, если мы фармим спот, где нам не нужен длинный забаф, то мы можем просто на Shift LKM поставить минус защиту и все. То есть к примеру мы можем как сделать? Мы подошли к фарику, дали Shift LKM после забафа вперед Е. Либо вообще начали с Shift LKM, а потом зажали вперед Е, чтобы пошел урон. Ну и потом просто продлили комбой, которую я сейчас покажу. То есть ты подходишь к парику. К примеру, давайте возьмем Гайфу, либо Сайжеки. И у вас там к примеру 300 атаки или там 290. Вы подходите сзади к мобам, нажимаете Shift LKM, нажимаете вперед Е, все это раскастовываете, нажимаете Shift F, Shift PKM, Shift LKM и назад PKM, к примеру, добиваете. Ну вы сейчас поймете, когда я вам покажу комбинацию полностью. И вы эту комбинацию просто можете подстраивать под свой спот. Единственное, что вам нужно будет менять, это поставить вперед Shift LKM, чтобы вначале дать дебаф. В моей комбинации, эта комбинация сделана для супер жирного спота. И плюс ее можно с хорошим гиром, как у меня, к примеру, ее можно вставлять на Сайжеков, да и вообще где угодно. Здесь сделано все следующим образом. Вперед Е мы даем разбав в пол. Затем мы сближаемся на вперед F, зажимаем F, положили дебаф на минус защиту с F, вот он, затем дали Shift F, затем нажимаем Shift PKM, Shift LKM, и назад PKM, и назад F. Перелетаем, кастуется скилл долго, затем Shift C, затем опять вперед Е, Shift PKM, Shift LKM, Shift F, назад PKM. Это если парик выжил. Как это все выглядит, если это быстро? От парика к парику. То есть вот парик впереди, мы бежим, забафался, сблизился, дебафнул. И вот она, камба зацикленная. Так сказать, бесконечная. Обратите внимание, если, к примеру, у вас какие-то скиллы в КД, и чуть-чуть осталось мобов ХП, вы можете Shift PKM зажать, у вас будет устойчивость, и вы будете по чуть-чуть, 24 удара там. Ну, прям там очень слабый дэмэдж. Так, теперь давайте я вам в пробуждении навыков это расскажу, что как работает, зачем. И потом мы пойдем уже на сайджеков. Я покажу сейчас на сайджеках мувмент, как передвигаться быстро, какие скиллы использовать, как дебафать с того же Shift LKM и с эвки. Один парик, допустим, Shift LKM дебаф дал, другой парик эвку, допустим, дебаф дал. И потом уже отправимся в Улукиту, там покажу эту камбу на толстом споте. Итак, поехали. Первое у нас это забаф сперед Е, он просто идет в землю. Получили мы бафы, потом мы прыгаем сперед Эфа, получаем урон по монстрам и скорость стаки навыков. Пока не забыл, я оставлю ссылку под видео, как делать самому пробуждение навыков, как делать самому камбу на любой класс. Два гайда для новичков очень полезные. Поверьте, посмотрите их обязательно. Ссылку оставлю внизу. Ну и, конечно же, ставь лайк видео, пока у нас тут пошла такой перерывтик небольшой. Подписывайся на канал, если ты новичок. Также, если вдруг тебе нужна какая-то помощь с пополнением, ты, к примеру, хочешь купить какую-то игру, у тебя не получается, либо ты хочешь пополнить счет в какой-либо игре, либо там переключить Steam, регион поменять, либо Spotify, либо подписку на гармоте, про гармот много позже покажу, что это такое, то можешь обратиться к Вульфе, она обязательно тебе поможет. Если хочешь, к примеру, ворваться в игру, сразу же на загирином аккаунте, хочешь купить аккаунт, то напиши мне в Дискорде. Ну и, если вдруг хочешь продать аккаунт. Итак, мы начинаем. Сперед Е. Прыгнули в землю, забафались. Затем нажимаем вперед Ф. У нас со скилла идет защита. Урон по монстрам и скорость таки навыков. Попадаем по мобам, бафается. Затем нажимается Ф, просто зажимается. Вперед Ф уже отпустили. Ф нам дает урон, атак в спину и горит урон персонажа. Затем, после этой Ф кастуется, это Ф с молотом. Это у нас Ф с первой стойки. Это Ф с молотом. С молотом Ф нам дает минус всю защиту, плюс морф на минус защиту и скорость передвижения баф. Затем, после Ф у нас идет Shift-F. Shift-F у нас дает нам меткость. Он дает нам дебаф на минус уклонение по мобам. На самом скилле минус уклонение по мобам. Затем мы нажимаем Shift-PKM. Shift-PKM мы продлеваем наш урон и крит урон, который был в начале. Затем, после Shift-PKM мы нажимаем Shift-LKM. И на всякий случай, для того, чтобы добить дальше мобов, мало ли у них останется хп, мы добавляем Shift-LKM. И тут урон по монстрам и скорость вставки навыков, чтобы добить, да? Как я вам показывал, типа, если осталось, то можно зациклить комбу и по новой добить. Вот такие вот морфы, пробуждения, навыков. Так, теперь предлагаю отправиться на спот. Еще пока не начали фармить, скажу, что статью по этому герою я веду на бусте. То есть, если я найду какие-то новые комбы, что-то изменят, и мне комба моя не понравится. Плюс в герое что-то поменяется. Плюс попозже там выложу какую-то PvP комбу. В общем, такую базу полезную буду ввести в статье на бусте. Вот эта статья. Заходите, у нас ссылочки в описании есть. Справа вы можете выбрать для себя разные уровни подписки. Статья абсолютно выложена в бесплатном доступе. У нас есть иногда скрытые посты. У нас есть секретный Telegram и Discord канал для бустеров, где мы всегда на связи. Можно спросить все, что угодно, поговорить о чем угодно. В общем, обязательно заходите, подписывайтесь. А вот это, ребят, перед вами список наших бустеров. Спасибо вам огромное. Напомню, что 30 декабря у нас будет в честь нового года кулинарный стрим. Закупайтесь продуктами. Вместе будем какие-нибудь вкусняшки готовить. А 31 вместе посидим, отметим, встретим. Если вы, конечно же, не будете встречать с семьей отдельно, там, от компов, где-нибудь в деревне, у елочки. Знаете так. Так, ну все. Давайте, поехали. Так, что касается гироз. Понимаю, что много урона по монстрам. Ну, давайте я еще сниму, не знаю. Так, у меня уже места нет, походу, да? Так, давайте вот так. 240 атаки сделаю. Сейчас разгоню спот. И вот на таких спотах можно начинать вперед Е прямо вдавать в мобов. То есть пошел у нас вперед Е, перешли на Ф. Нет, 240 прямо уж совсем, да, плохо? Такое чувство, как будто, ну хотя, вроде дамажит нормально. То есть по факту у меня сейчас комбо на супер жирный спот. Но я просто спамлю этой комбой. На мне постоянно лежат положительные эффекты, которые нам нужны. на крит урона и все такое. То есть даже если я вдруг в кого-то не попал дебафом, ничего страшного. Урона вполне хватает. Единственное, что могу сказать, у нее довольно слабые АУЕшки. То есть если мы хотим какой-то большой АУЕ урон, то это либо надо сейчас будет подождать и ее бустанут, либо нужно будет переходить на какого-нибудь конечно же стража. То есть если ты не хочешь прям дамажить именно перед собой, ты берешь пробужденного стража и не паришься вообще. Там как бы куда бы ты ни нажал, всегда попадешь в моба. Ну и как я уже сказал, что она приятная в управлении. Что ты просто зажимаешь кнопку и она спамит. Так, вроде феи активировались. Да, все. Мобы начали шотаться. Ну как видишь, в такой атаке проблем никаких нет. То есть кап атаки я тут конечно же получил. Ну кстати, релики у меня если говорить о капе атаки и типа большом ДПС будут писать типа вот у тебя там 20 звезды скорее всего. Релики у меня не на урон по монстрам и не урон по Айнам. То есть ДПС в принципе ясен, да? Давай теперь увеличим, как будто мы все-таки пришли фармить спот ради выгоды. Так, вот сейчас я поставил и урон по Айнам. То есть сейчас должны мобы уже падать очень быстро. Ну в принципе что и происходит. Ну как видишь все равно страдает АУЕшек. Маленькие АУЕшки. Стараюсь не пользоваться вот этими Shift-F'ами которые долго втыкают в землю. А, больше на таких стандартных скиллах. В основном это назад ПКМ вперед Е. Вперед ТФ. Shift-ЛКМ. Ну комба, которая вот я которую придумал она прям идеально мне кажется подходит для всего для любого спота. Так, ну с Сайжеками я думаю понятно. Давай теперь перейдем к более жирным мобам. Поехали съездим в Улукиту. Тут в принципе по мувменту понятно, да? Допустим издалека назад Ф сблизился ударил. Сэшкой подошел немножко пробелом прилетел. Shift-Q дамажит вот так вот как видишь. АУЕшка у него вообще небольшая. Ну а сфера дамажит вот как. Тоже фигня. Даже если давай теперь сделаем сферу с телепортом через QQ ЛКМ и посмотрим урон. Тоже фигня. Сам понимаешь чар сырой. Что там сейчас по бусту будут делать? Все давай отправляемся в Улукиту. С этим в принципе понятно. То есть пока не увеличат АУЕшки фармить им неудобно на таких спотах. Так добрался я до локации Улукита. Лагерь Пархана где у нас падают реликвия и ботинки. Здесь кап атаки 1100. Я не бафал себе Каролину чтобы было правдоподобнее на 10% крит урона. Хидели не брал баф. Забафал себе урон по Айнам Алхимкой. Вообще всю Алхимку. Дом на 15 атаки. 5 атаки у меня идет от Пегаса. Вот такой вот гир. Реликвии световые камни. Как видите реликвии у меня новые. По 7 урона по монстрам. И световые камни минус защита плюс атака крит урон. В показателях получаются следующие статы 736 плюс 249 прибавляйте сюда 30 урона от ПВЕ урона сморфов и 24 урона сам класс забафает. И урон по Айнам 43 благодаря Алхимке. Пробуждение навыков осталось все те же самые. Ну и комба будет еще написана на экране конечно же. Так кап атаки здесь 1100. Что касается ребята кап атаки где это смотреть и как без всего посмотреть затем нажимаете Global Grind либо сразу же нажимаете тут есть кнопка кап атаки локаций либо через Global Grind и слева будет кап атаки локаций для охоты. Находите здесь вам нужную локацию и тут все расписано какая идет порезка и на каком споте сколько софт кап это максимальный кап атаки который вы можете набрать а потом эти кап вы можете перебивать либо процентным криптуроном либо тем что вы собираете именно урон по айнам по людям они не учитываются в софт кап они идут поверх на гармоте опять же если нужна подписка можете написать вульфи так ну что поехали получается забафаюсь я в землю и стараться запрыгнуть за спину мобам почему за спину потому что урон прям очень хороший идет по спине ну и как видите вообще никаких проблем даже без ешки без всего спокойно парик умирает ну и до следующего парика тоже самое вперед далеко прыгает это плюс я еще не в оптимизации в оптимизации соответственно было бы скорость атаки побыстрее и мобы бы умирали еще быстрее фпс у меня сейчас 144 когда моб развернулся мы просто зажимаем назад пкм и потом назад ф заходим за спину и тут уже добиваем обувь ну а это вот это вот под ешкой передвижение у нас стандартное забафались прыгнули когда мы раскастовываем назад пкм мы его долго держим пока не появится молот как только появляется молот и идет удар с молотом мы зажимаем назад ф спросите почему не использую к примеру пробел потому что из всех комбинаций которые тестил оказалась самая быстрая и самая дамажища если у мобов осталось хп просто опять зажимаем вперед е shift lkm shift pkm их добиваем идем к следующему парику опять забафаемся shift f у нас дебафает мобов на минус уклон единственное я вот так и не понял почему мобы меня не контролят хотя здесь у них по-моему игнор сопротивления должен быть объясняю почему выбрал забаф издалека потому что если бафаться допустим прям в лицо мобам мобы быстрее развернутся и вот это вот все вот shift f pkm shift lkm назад pkm вы не сможете дать в спину и еще заметил что назад f kill очень сильно бьет ну а вот эта ульта посмотрите как она долго кастуется но зато потом под ультой у нас есть забавчик который работает я думаю починят и не проблема там уже будет через z кстати вот под z прям видите да как комбо летит хорошо прям скорость атаки бешеный ну и тут точно такие же проблемы с тем что не хватает ауешки по мобам видите как рандомно наносится урон некоторые мобы уже умерли а вроде остальные рядом стояли фигня в том что они не умерли вот как так у них осталось по 10 по 15 процентов то же самое как и к примеру на лучнице два каких-нибудь боковых моба вечно остаются живыми вот такой вот здесь получается фарм смотрите ребят теперь по комбе так как я врываюсь в парик вперед f shift f потом нажимаю shift pkm потом shift lkm быстро кастуется назад pkm достает молот назад f и все это быстро и shift c продление если вдруг вы найдете какие-то срезки вообще в этой к примеру комбе либо у вас комба которая выдается быстрее со срезками и так далее обязательно пишите в комментариях я внесу вашу комбу добавлю на бусти либо у вас будет какие-то еще замечания по видео в общем пишите не стесняйтесь обязательно делитесь этим видосом с друзьями еще раз напомню что это не гайд это просто мы сегодня с вами разобрали выход нового класса по поводу моих впечатлений мне очень понравился ее мувмент в плане то что вот эти все отпрыжки можно в любой момент скилл оборвать можно поставить сферу пойти драться к примеру да с кем-то вернуться на сферу в любой момент то есть это очень классно большой потенциал класса посмотрим как будут его развивать разработчики но многим конечно же он не зашел потому что медлительный ну и конечно же многие просто его еще не раскрыли для себя какие-то фишки не поняли где-то что-то не нажимали по типу что нужно нажимать с именно когда юзаешь скилл с первой стойки чтобы увеличивалась ауешечка и написали соответственно класс фигня все играть не буду полная хрень единственное что меня смутило это то что выпустили именно девочку с молоточками вот это как-то я вообще за все 8 лет сколько они выпускали героев ни разу не говорил типа вот тут должен был быть мужик но тут почему-то вот у этой девчонки но молотки прям вот совсем не смотрятся не знаю мне как-то они не заходят либо просто у меня костюм не такой то есть в каком-то в какой-то броне где будут закрыты ноги а не в шортиках в этих легких и на каблуках она будет смотреться более играбельно что ли не знаю как добавить в общем ребят не забывайте подписываться на канал делиться этим видосом с друзьями пишите свои комментарии по поводу пвп гайда это конечно же нужно подождать если класс будет норм я сходил на арену мне если честно не зашло на арене прям совсем но опять же я еще пока играть не умею я буквально час в пвп поиграл когда сходил на арену но мне что-то там пока не зашло в общем если будет класс конечно же норм то сделаем попозже гайдец добротный хороший все как вы любите всех обнял всех с наступающим новым годом и конечно же до встречи на стримах и в игре всем отличного фарма и шикарного дропа и классного настроения новогоднего пока-пока пока-пока субтитры